МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Десятки городов на юге Германии в среду оказались затоплены. Из-за проливных дождей, продолжающихся в регионе почти неделю, несколько рек вышли из берегов. В городе Симбах, неподалеку от границы с Австрией, погибли четыре женщины. Трое из них не смогли выбраться из дома, вода прибывала слишком быстро. Рассказывает представитель полицейского управления Нижней Баварии. Троих вечером обнаружили пожарные. Они были на первом этаже. Спасатели эвакуировали двух человек с верхнего и узнали, что внизу находятся еще трое. В результате поисков выяснилось, что они уже погибли. Тело еще одной женщины было обнаружено в другом доме. Сотрудники экстренных служб разбирают завалы на дорогах и пытаются наладить подачу электроэнергии. Пожарные откачивают воду с городских улиц. Некоторые районы оказались полностью отрезаны. Синоптики предупреждают. Дожди могут продолжиться и в четверг. Сегодня по всей Латвии в 10 утра на 3 минуты включили сирены тревоги, чтобы проверить систему гражданского предупреждения и оповещения и выявить сбои в работе системы и слышимости сигнала. У латышей нет повода для беспокойства и слухов. А администрации гостиниц, пресс-отдел государственной пожарно-спасательной службы попросил предупредить своих иностранных гостей об ожидаемой проверке сирен тревоги, чтобы не возникло паники. Сирены тревоги предназначены для быстрого оповещения жителей в чрезвычайных ситуациях, во время природных или техногенных катастроф или в случае их угрозы. Пожарные напоминают, в случаях, когда жители заранее не предупреждены о проверке сирен, услышав их сигнал, следует включить радио или телевизор, которые будут передавать информацию о возможной угрозе и рекомендации, как действовать. В Латвии установлены 164 сирены тревоги, которые размещены так, чтобы сигнал был слышен в радиусе примерно полутора километров. Латвийской армии будет разрешено уничтожать беспилотные летательные аппараты, которые будут замечены над военными объектами или рядом с ними. Такое решение было принято в парламенте Латвии в окончательном чтении комиссии по народному хозяйству, аграрным вопросам, среды и региональной политики. Изменения внесут в закон об авиации. В законопроекте говорится, что командир национальных вооруженных сил или уполномоченное лицо сможет принять решение о принудительной посадке или уничтожении беспилотников, применив огнестрельное оружие либо специальное средство. На такие шаги военные могут пойти в том случае, если летательные аппараты будут находиться над военными объектами или вблизи них. В запретных воздушных зонах, в кратковременно зарезервированных или ограниченных зонах, которые необходимы для нужд латвийской армии. Международный авиасалон стартовал в Берлине. На торжественном открытии авиакосмической выставки побывал министр экономического развития Германии Зигмар Габриэль. Он поздравил всех участников выставки и назвал авиацию и космонавтику флагманом немецкой экономики. Международная авиакосмическая выставка – это отличная площадка для внедрения новых высокотехнологичных и инновационных продуктов. Это хорошая возможность не только для немецких производителей, но и для участников выставки со всего мира. Сегодня здесь представляют свои достижения представители 37 стран. Авиакосмическая выставка в Берлине – самое старое подобное мероприятие в мире. В этом году на ней представлено более тысячи экспонатов. Последние разработки из всех возможных сфер авиакосмической промышленности. От аэробусов до турбин, вертолетов и истребителей. Авиация, космонавтика, оборона, беспилотные летательные системы, техника. Немецкий центр авиации и космонавтики представил актуальные результаты исследований в сфере аэродинамики, новейшие модели самолетов и летательный аппарат с турбовинтовым двигателем. Кроме того, на выставке пройдет биржа труда от крупнейших работодателей области. Учебные заведения, в частности Германский центр авиации и космонавтики, расскажут о возможностях получить образование и начать карьеру в воздухе. Почти половина выставочной площади находится на открытом воздухе, так что множество объектов авиации зрители смогут увидеть в действии. И самое главное, посетителям выставки предложат новую опцию. Вертолетную экскурсию. Правда, за нее придется заплатить отдельно. Ужин в небесах. Самый необычный ресторан в мире отмечает десятилетие. Юбилейный ужин, конечно же, сервировали под облаками. 10 столов, за которыми могут разместиться в общей сложности 220 человек, подвешены на высоте 50 метров. Сидящие за ними гости могут рассмотреть главную достопримечательность Брюсселя. Сооружение под названием «Атомиум», выполненное в виде кристаллической решетки железа. После того, как гости юбилейного ужина сели за стол, их привязывают с специальными ремнями безопасности. А потом с помощью кранов всю конструкцию, столы со стульями и гостями. И, собственно, кухню с поварами поднимают в небо. Гостей угощают блюдами высокой кухни. В меню лосось, фуагра, приготовленная по оригинальному рецепту свинина. Авторы меню юбилейного ужина – команда поваров, обладателей мишленовских звезд. Мы готовим эти блюда прямо в воздухе. Меню специально подобрано так, чтобы их можно было приготовить в небе. А это ведь нелегко. Поэтому блюда не слишком сложные в приготовлении, но все же изысканные и вкусные. Мы стараемся, ведь это юбилейный ужин. За то, чтобы отведать высокую кухню высоко в небе, гости заплатили 275 евро. В эту сумму входит 5 блюд и изысканное вино. Когда нас поднимали вверх, я был немного напряжен. А потом увидел толщину тросов, на которых нас поднимают, и успокоился. А после того, как выпил пару бокалов белого вина, и вовсе расслабился. Согласно правилам, возраст посетителей ужина в небесах должен быть не меньше 18 лет. А рост достигать как минимум 150 сантиметров. Форма одежды свободная. Стоит только учесть, что на высоте может быть несколько прохладнее, чем внизу. Проект «Ужин в небесах» придумал бельгийский повар Дэвид Джизель. Журнал «Форбс» внес его в список 10 наиболее необычных ресторанов. Автор говорит, что идея создать такой необычный ресторан появилась у него еще в детстве. Я люблю все, что связано с детством. Вы же помните, когда вы были маленькими, вы хотели забраться куда-то высоко, на деревья или на крышу, и хотели там построить свои маленькие домики. Девизом автора проекта «Dinner in the Sky» является безопасность и эксклюзивность. Сегодня по всему миру насчитывается 56 ресторанов в небе. Празднования 10-го юбилея проекта продлятся до 5 июня. За это время отужинать в Поднебесье смогут до 5000 гостей. Британско-израильский стартап Sirin Labs представил новый смартфон Solarine, который обеспечит его владельцам беспрецедентный уровень безопасности. По словам разработчиков, его стоимость составит около 20 тысяч долларов. «Наш телефон создан при помощи самых последних технологий и самых качественных материалов, говорит Толкоин. Поэтому он стоит во много раз больше многих представленных на рынке устройств». Solarine работает на операционной системе Android. Использованные в нем технологии, по словам создателей, на 2-3 года опережают представленные сейчас на рынке. Как уверяют разработчики, он заинтересует в первую очередь менеджеров высшего звена, ведь высокая стоимость устройства меркнет перед убытками от утечки ценной информации. Но, несмотря на высочайший уровень защиты, смартфон все же уязвим. «Соларин не защитит вас от властей, у которых в распоряжении есть суперкомпьютеры», говорит Моше Хогег. «Если они приложат усилия, то взломают что угодно, в том числе наш телефон. Нам это сделать не удалось, но у них наверняка получится». Один из инвесторов проекта – предприниматель Кенес Ракишев. Он занимает седьмую строчку в рейтинге самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes. Он заинтересовался разработкой безопасного смартфона после того, как в 2013 году его личный телефон был взломан. Первый магазин Seren Labs открылся в Лондоне в конце мая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова